19 июня в Казани открылась вторая международная выставка-ярмарка «Казан-Халяль-2011». Организатором выставки выступил Некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов и Ассоциация производителей «Халяль России». На сегодняшний день уже много появляется производителей, много появляется людей, которые действительно заинтересованы в халяльной продукции. Для себя Татарстан уже начинает определять халяльную индустрию как один из кластеров развития малого и среднего бизнеса. Многие помнят, как в 2010 году на гостеприимной земле Татарстана стартовал проект Казанского форума представителей халяльной индустрии и специализированной выставки «Казан-Халяль». В первый раз это событие успешно прошло в Национальном культурном центре «Казань». Местом проведения «Казан-Халяль-2011» выбрали Казанский дворец спорта. Мероприятие прошло в рамках третьего международного саммита исламского бизнеса и финансов «Казан-саммит». Площади для экспозиции у «Казан-Халяль-2011» было в полтора раза больше, чем у предыдущей выставки. Увеличилось и количество участников. В ярмарке халяль-продукции приняли участие 60 компаний из различных регионов и городов России, а также представители Малайзии, Турции и Индонезии. Экспоненты представили продукцию халяль, среди которых не только продукты питания, но и косметика, мусульманская одежда, литература, сувениры, туристические и медицинские услуги. Халяль – это здоровый образ жизни, что это продукты и услуги, соответствующие современным экологическим и иным требованиям, что это здоровая пища, что это продукты, не только дозволенные мусульманам. В рамках работы выставки была проведена презентация Ассоциации производителей «Халяль России». Ведущие специалисты отрасли выступили с предложением объединить усилия для решения всевозможных задач. Объединение предоставит новые возможности для производителей халяль-товаров и услуг, а «Казан Халяль» – лучшая отечественная площадка для презентации этих производителей. Мы хотим донести до предпринимателей, что халяль-индустрия, она развивается, она набирает обороты, спрос на долю халяль-индустрии растет с каждым годом, и что есть возможность занять нишу в этом рынке, обосноваться и хорошо заработать. И, соответственно, основная задача – это правильно интерпретировать, донести до людей, что это бизнес, основанный на этике, то есть этический бизнес. Среди примеров такого этичного бизнеса можно назвать «Индустриальный парк Балтач». Это предприятие получило жизнь в ходе работы «Казан Саммита-2009», когда иностранные инвесторы нашли площадку в Татарстане для реализации совместного проекта. ООО «Балтасинский мясопродукт» стало первым резидентом халяльного индустриального парка «Балтач». Среди зарубежных участников были малазийская компания «Nightress One Brand» и посольство Республики Индонезия. Индонезийские производители на ярмарке выставили халяль-косметику и эксклюзивную мусульманскую одежду. В России существует немало компаний, выпускающих качественную и экологичную продукцию, которая вполне соответствует и требованиям шариата. Организаторы «Казанского халяль-форума» помогают таким компаниям пройти процедуру халяль-сертификации, тем самым решая две важные задачи – знакомят мусульман с новыми продуктами и открывают производителям вход на новый халяльный сегмент рынка. Много продукции на рынке разные, с разным уровнем качества. И вот этот стандарт, насколько я изучил этот вопрос, он действительно действующий на сегодняшний момент в настоящее время для многих людей, мусульман. К примеру, рынок специй. Он не столь монополизирован и брендирован, как рынки некоторых видов продуктов питания. В нем находится место для крепких региональных производителей, таких как компания «Ташлинская» из Тольятти. Сертификация по системе «Халяль» и участие в специализированных халяль-выставках действительно помогают производителям найти своего покупателя, говорят специалисты Ташлинской. Мне понравилось, что возле стенда очень много народу прошло, очень много людей попробовало, и даже образцы, которые мы брали на продажу, если кто-то захочет купить, они как бы распроданы. Сегодня только первый день. Здесь открытая атмосфера, и можно поговорить, и здесь можно саму идею донести. В течение трех дней в рамках ярмарки «Казан-Халяль» проходили мастер-классы, деловые переговоры участников выставки с представителями крупнейших торговых сетей и компаний-дистрибьюторов. «Как продукт мы находим всего покупателя, у нас есть два оптовика, которые торгуют розничные сети». Вечером первого дня выставки для гостей и участников была организована культурная программа. «Особенно мне понравилась творческая часть выставки, где очень много бюджетерии, одежды для мусульманских девушек, и, конечно, где можно перевести хорошую литературу». В течение всех трех дней выставку посетило более 10 тысяч гостей и жителей Татарстана. «Казан-Халяль-2011» вызвал большой интерес не только у профессионалов рынка, но и прежде всего у рядовых потребителей. «Очень мне понравилось то, что очень обширно, очень много халяльной продукции тут. Очень много из разных российских регионов приехали, например, Москва, Нижний Новгород, Держиминск». Одним из главных гостей «Казан-Халяль-2011» стал президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он осмотрел все экспозиции, пообщался с производителями и организаторами. Не оставил без внимания выставку и премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, который ознакомил с выставкой своего башкортостанского коллегу. «На Казан-Халяль-2011» проходила презентация продукции, работала дегустационная площадка. По итогам комиссия оргкомитета выставки определила лучших экспонентов. За лучший ассортимент была награждена компания «Ситна» из Магнитогорска. За лучшее маркетинговое решение – компания «Эколь» – город Москва. И за лучшую экспозицию – ИП «Пчелин» – город Дзержинск, работающий под брендом «Казан» с озвученным тысячелетнему городу. «Мы приезжаем на выставку в ваш второй год, получили решение в Думском вашем комитете. Где-то два с половиной года выпускаем продукцию халяльную. То есть с каждым годом она как бы расширяется, расширяется». На сегодняшний день «Казан-Халяль» стал основной площадкой взаимодействия участников растущей халяль-индустрии в России. В то же время этот форум представляет своим участникам уникальную возможность занять лидирующее положение на российском рынке халяль-продукции и услуг.